Юлия Пульс, Мелина Боярова. Клеймо Дракона. Глава первая. Это не то, что я хотела. Выплюнула с такой злостью, что едва не захлебнула слюной. И это работа первой портнихи столицы? Скривилась и тяжело вздохнула. Из зеркала на меня смотрела красивейшая безложная скромность невеста империи и единственная наследница драконьего рода в ужасном свадебном платье. — Оттенок не тот! Где золото? Почему оно сверкает желтым? Подбоченившись, с претензией обратилась к женщине. — Госпожа, золото само по себе такого оттенка. Я подбирала ткань в точности по вашему эскизу. Пролепетала хваленная портниха и протянула листок с наброском. Я даже не взглянула на него, взмахнула рукой, давая понять, что это не мои трудности. — Ты что, не соображаешь? — покрутила пальцем у виска. Я заказывала платье цвета драконьей чешуи. А это выглядит так, будто дракон вывалился в лужи мочи. — Почему шлейф короткий? — закричала так сильно, что кровь прилила к щекам. Хотелось задушить никчемную нахалку, которая задумала испортить счастливейший день в моей жизни. — Но он длинный, просто в комнате не поместился. — Короткий, и ткань не та, и я хочу другое платье. Зло прищурилось, испепеляя нахалку взглядом. — Госпожа Лерая, но я уже третий раз перешиваю и... — И в десятый перешьешь. Я заплатила за лучшее свадебное платье империи, а получила позорную дешевку. — Да, госпожа, я... Женщина виновата опустила плечи. — Значит так. Мне нужна золотая ткань без желтого оттенка, чтобы сияла даже в темноте. Шлейф длиннее, вырез глубже. И приделайте корсету крылья дракона. Тоже золотые, но прозрачные и сверкающие. — Это понятно, надеюсь? — Крылья — дополнительный элемент, который не оговаривался ранее. За него надо отдельно доплатить. Вмешалась помощница бездарной криворучки. — Вышлите щетка с ночею, а ткань лично мне на выбор. Теперь буду каждый шаг контролировать. Я стянула с себя недоразумение, называемое свадебным платьем, и облачилась в дорогой алый шелк, приятно прилегающий к телу. Вышла на порог двухэтажной лачуги, гордо именуемой дворцом стиля, и остановилась, чтобы достать из сумочки зеркальце. В глаз что-то попало и дико раздражало. — Вот стерва! — услышала из раскрытого окна и улыбнулась. — Еще какая! — выкрикнула и пнула ногой дверь. Воцарилась гробовая тишина. Испугались шавки. Еще бы! Не обы кого обслуживают, а единственную наследницу империи Санабул и обладательницу драконьей крови. И теперь в список необходимых решений императрицы добавится пункт «Выкинуть наглых девок на улицу и заменить другими». Зеркальце я так и не нашла. Прошла по тенистой дороге к калитке, остановилась, еще раз потерла глаз, стараясь не задевать ресниц, и ощутила облегчение. Снаружи слепило солнце. Я прищурилась, отыскивая взглядом экипаж, в который меня дожидался жених. Впереди еще куча дел, следующая по списку — кондитерская. Необходимо выбрать торт. И где он? Растеряно заозиралась по сторонам. Нормально? Куда делся? Уму непостижимо. Сквозь землю провалился? Говорила же, чтобы ждал у входа. Сокнула языком. Насупилась, решая, закатить Кентону скандал или нет. Причин для паники не видела. Ссориться накануне торжества не хотела. Однако проучить жениха не мешала. Не дождался? Пусть поищет и понервничает. План мести уже вырисовывался в голове. Почему бы не прогуляться? Тем более кондитерская на соседней улице расположена. С гордо поднятой головой прошла по подъездной дороге. Все еще не теряя надежды, посмотрела налево, а потом направо. Экипажа и след простыл. Нет, как он посмел? Пусть только объявится. Сильно пожалеет. Это что за отношение к будущей императрице Занабула и невесте? Зло посмотрела на мальчишку, сидящего в тени у дома напротив. Взмахнула локонами, эффектно развернулась на каблучках и отправилась пешком. Наемных экипажей, как назло поблизости, не наблюдалось. Отсутствие жениха бесило до черных точек перед глазами. Мало бездарные портнихи, так еще и Кентон испытывал терпение. Меня разрывало от злости. Нарочито свернула на соседнюю улицу этого гнилого района, чтобы попутно поискать экипаж. Вроде бы тут должен быть проход. Кто так строит? Вернулась обратно, как показалось тем же путем, но ошиблась, забрела в глушь похожий той, с которой вышла. Уткнулась в тупик и поняла, что заблудилась. Странные прохожие и подозрительные личности, что попадались по дороге, накладывали отпечаток липкого страха. Но кто посмеет напасть на дочь императора? Дорогая одежда, украшения и императорские гербы на сумочке отвадят любого. За вред, нанесенный члену императорской семьи, вырезали целые города. Отец не будет разбираться, кто виновен. Спалит эту часть города вместе с жителями. Пальцы нервно подрагивали. Не зная, чем себя занять, снова зашарила в сумочке в поисках зеркальца. Но разве там что-то найдешь, когда нужно? Так увлеклась, что не сразу заметила легкое мерцание неподалеку. Когда же раздался странный песклявый звук, вздрогнула. Источник шума привлек внимание. Что за явление? Снова прищурилась, рассматривая мерцающую прозрачную стену. Откуда она взялась? Никогда не видела ничего подобного. Приблизилась. Со стеклянной поверхности на меня смотрело собственное отражение. Возволнованное такое, жаждущее сорвать на ком-нибудь злость и разбить пару сервизов. Вдруг изображение поплыло, улетучилось странной дымкой, за которой проступили очертания леса. Странно. Откуда в городе лес? Из любопытства протянула руку и коснулась. На ощупь, как обычное стекло. Но, что удивительно, оно затрещало от прикосновения. Не успела ничего понять, как стена рассыпалась на сотни осколков, которые испарились, так и не долетев до земли. Прямо передо мной образовался провал. В нос ударили запахи прелой листвы и несвойственной душному городу аромат свежести. На миг остолбенело, осознавая, что это такое и как тут появилось. Потом не пойми, откуда появился мужчина в потрепанном килте. Мелькнула мысль, что в таком убожестве последний оборванец империи не покажется на улице. А этот варвар нагло ухмыльнулся, схватил за руку и дернул на себя. Пикнуть не успела, как оказалось, по ту сторону барьера. В ушах раздался мелодичный звон, и я обмякла от накатившей слабости. Незнакомец все с тем же наглым видом прижал меня к себе и положил лапу на талию. Я взвизгнула, набрала воздуха, чтобы позвать на помощь, но не успела. Рот мне заткнули мокрой тряпкой, пропитанной резко пахнущей дрянью. Десяток секунд я мычала и вырывалась, с ужасом наблюдая, как проход, через который попала в странный лес, истаивает в воздухе, а потом потеряла сознание. Аудиокнигу в полном аудиформате вы можете приобрести в книжном интернет-магазине Литрес. Ссылка под видео в описании. Приятного прослушивания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова